Девушки отдыхают Потом мы побывали около вертолёта, где нашли второй кусок фотографии с доктором. На первом куске, я помню, была изображена его жена, а на втором уже именно он. Я пока не нашёл ответа на то, что конкретно эта фотография делала на этом вертолёте, но тем не менее, факт остаётся фактом. И здесь мы побывали на большом озере и убили какой-то огромный пятачок, который рассеивал какой-то чёрный туман, чёрную субстанцию вокруг этого озера. Короче говоря, у нас остаётся не так много дел на самом деле, у нас остаётся только радиовышка и дерево, и всё. Поэтому, знаешь, что мы сделаем? Я думаю, что дерево, это нам надо туда, в принципе, по сюжету, я так понимаю, да? Поэтому мы пойдём на радиовышку. На радиовышку, я так понимаю, это будет примерно такой же поход, как, допустим, сюда или сюда. Но с одним исключением. Говорят, что там будет много врагов. И, по идее, говорят, что там может быть, что там можно найти ещё какой-то выход отсюда. Но я, честно говоря, как-то в этом сомневаюсь. В общем, не знаю, посмотрим. На самом деле, меня интересует вот это вот место. Это место открыть невозможно, оно закрыто. Я не понимаю, к чему он здесь вообще. И мне кажется, что где-то здесь должен быть проход... Должен быть проход куда-то под этот дом. Потому что, если вспомнить слова спящего из леса, он говорил, что где-то в последнем убежище нужно искать выход под полом. Возможно, он имел в виду именно это место. Но это место, оно завалено. С другой стороны, здесь тоже есть место, которое завалено шкафом. Но там, если так приглядеться, ничего нет. Может быть, тут тоже ничего нет. Короче говоря, чёрт его знает. В любом случае, вот что я сделаю. Я возьму с собой, наверное, все под... Ну, хотя, по большому счёту... Ну, вот так вот, пускай будет. Я решил оставить пистолет и взять с собой автомат на данном случае. Хочу попробовать походить с ним, потому что пистолет... Я просто думаю, что автоматом можно заменить пистолет, но... Чёрт его знает. К тому же, нам не нужны сейчас никакие припасы, кроме, может быть, гвозди. Вот только гвозди нам нужны, и, может быть, дерево, и всё. То есть, остальное можно будет оставлять. И я сделал наш любимый самодельный дробовик из двух... Просто из двух трубок, и всё. И меня вот ещё что напрягает. Меня напрягает, что каждый раз, когда я перезахожу в игру, у меня нет вот этого кусочка здоровья. И колодец, я бить, честно говоря, не хочу. Я хочу оставить на более серьёзные проблемы. Хорошо, тем не менее, я предлагаю отправляться, наконец, на радиовышку. Мне интересует такой вот вопрос. Что будет, если я зарублю вот эту пакость, которая здесь лазит? Я не хочу, она, в принципе, не представляет никакой угрозы для нас. Но всё-таки... Меня немножко это напрягает. Знаете... Какая-то такая затейшая странная прям была. Я тут подумал, что... Все вот эти вот монстры, которые тут появляются... Заключение пожирателей. Я имею в виду, допустим, вот эту... Человека-червяка, который копает эти ямы. Или скалопендры и тому подобное. Это всё, получается, конкретно мутировавшее создание леса. То есть, я имею в виду, это, может быть, огромная скалопендра, которая... Которая залазит именно в трупы, превращает трупы в то, что мы видели. Я просто вспомнил трупы, которые были, помните, были... Лежали оторванные ноги, а рядом лежало туловище оленя. А рядом, я помню, это было в самом начале, в прологе. Там, я помню, дерево было с человеком, где писалось, что оно абсорбировано. Что тело почти абсорбировано. То есть, получается, что лес поглощает людей. Тихо, тихо, тихо. Это не что-то там, вилл, по-моему. Лес поглощает людей, но... А-а-а, я, кажется, понимаю, как там сами идём. Логово Баньши, да? Лес поглощает людей, и, возможно, он как-то их соединяет с тем... ...что водится в этом лесу. Если... Да, смотри, это огромное гнездо. Здесь, похоже, Баньши поселились. Если это так... Давайте возьмём вот это. Если это так... Сетка разорвана в клощем. Да-да-да-да-да, всё верно. Если это так, то, в принципе, ничего страшного в этом тоже нет. Потому что мы можем... Так, мы можем сломать, пройти. Потому что мы, в принципе, можем просто на них не смотреть. И всё. По крайней мере, попытался. Это, конечно, дико... Тихо-тихо-тихо. Это, конечно, дико страшно, но всё-таки... Что это? Это детёныши? Они спят. Нам ближе, что может их разбудить. Тихо-тихо-тихо. То есть, если Баньши начнёт орать... Они проснутся. Тихо-тихо-тихо. Так, я, конечно, всё понимаю, но давай делать вот так. Так будет безопаснее. Смотри, это тоже огромная улиточная... Тихо. Улиточный панцирь. В крайнем случае, есть авто... Ёлки-палки. Есть автомат. Весь прикол автомата будет в том, что он скорострельный. И если их вылезет на нас очень много... Много. Аккуратно. Если их на нас вылезет очень много, то всегда можно будет их пристрелить. Пристрелить. Ёлки-палки. Так, слушай, подожди. Получается, что он здесь не один такой был. Я имею в виду, человек-улитка, да? Какая пакость. Ты посмотри на это. Ой! Не смотреть. Просто не смотрим. И близко к ним тоже нельзя подходить, потому что... Мне еще с этим надо. Близко к ним тоже нельзя подходить, потому что если мы так сделаем, то мы будем видеть их немножко спиной. Тихо-тихо-тихо, родная. Ориентируемся на звук. Тихо-тихо-тихо. Бегать тоже нежелательно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так я могу их перебить? Тихо-тихо-тихо-тихо. Эх ты, мразота. Так, хорошо, я понял. Здесь ни черта нету. Я потерял только время. Но смотри, я немножко пробежался, они меня, в принципе, не услышали. А, вот оно что, смотри. Вот это место меня интересует. По большому счету, можно их всех перебить. Но я не хочу. Коктейль молотого я как раз вот возьму. Что-то мне подсказывает, что мне придется здесь все сжечь до тла. Тряпка не надо. Я постараюсь по минимуму их убивать, просто чтобы... Чтобы никого не злить, скажем так. И да. Стрелять тоже нельзя, понимаете? Если я... Если я выстрелю... Если я выстрелю, то проснется... Здесь проснутся все! Где она? О-о-о-о, чуха-чуха-чуха. Слева. Да запикните себе в задницу эти блестящие камешки. Они нам нахер не нужны. Ух, твою мать! Ух, твою мать! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На банан! Попросыпались, ты посмотри Итак, я надеюсь, нам времени хватит на это все дерьмо Старая кассета А что если я использую в магнитофоне дома? И вот это вот отлично Так, я конечно все понимаю, но желательно уже делать вот так И записка, ну-ка Мы снова не спали Ночью появился очередной полуумный Второй за месяц он перепрыгнул через сетку и попытался выломать двери головой Получил снотворным взад Сегодня мы вынесем его наружу С тех пор, как в деревне выросло это жуткое дерево Все больше дикарей слоняется вокруг наших убежищ Откуда они о нас знают? Они ведь... Мало... Что? Малохольные? Очень сложно читать такой текст на самом деле Это довольно прикольное ощущение То есть все равно что читаешь рукопись чью-то Они говорить-то почти не умеют Жители деревни в нашей зоне до сих пор ни о чем не догадываются Уже как 10 лет Но как только у них заезжают шарики за рулики Они идут в лес Обмазывают лицо грязью и начинают тут болтаться Стефан рассказывал, что в соседней зоне дикарей появляется Преимущественно вблизи убежища над спуском в туннель Не думаю, что это совпадение Подожди Зона? 10 лет? Распокаивающий чай, да, черт подери Я пока начал на самом деле Я пока готовился к этому дню Я пол чашки чая выдудлил Серьезно У меня очень много времени уходит на то, чтобы подготовиться К следующему заходу Скажем так, слушай, вот там По-моему ничего нету, да? Ох, твою Стироза Да пошло оно все Есть другой Другой проход, который я бы, конечно, хотел бы Посетить Я бы перебил бы всех этих мелких Мне кажется, что эту кассету можно как-то использовать Ай, где ты? В баню Там точно ничего нету Я понять не могу Тут просто аж две баньши И обойти их Категорически трудно Есть, конечно Способ один Я могу пробовать ее Грохнуть все-таки Для этого мне придется перебить сначала всех детюнышей Они, знаешь, они как вороны все-таки Несмотря на все Себя ведут Ага, банан То есть они все блестя... Все блестящее несут... Несут сюда В гнезда Так, все, меня-то напрягает Ну уж извините меня Но ваша мать не дает мне покоя Все, сиди там, тварь Где-то здесь еще одно шляп Видишь, она реагирует на меня И идет сюда сразу Чтоб я на нее взглянул Надо так отбанан ей Ага, да тут все-таки что-то было Ты смотри А, я понял Все понятно Я все понял Этот ящик лучше сломать Я не могу Ты серьезно? А как? Ты хочешь сказать, что мне придется обходить все это дело? Да ладно Нет, я могу как-то испугать глаз, наверное Чтобы не обходить все вокруг Да? О, черт Это случай, чем не Не доктор был, не Я понял тебя То есть смотри Мне надо сначала Испугать этот глаз Только потом Можно будет отсюда выбраться Все просто оказалось А еще лучше Наверное Знаешь, что здесь Ах ты ж тварюка Еще лучше будет, наверное, вот этот ящик Перетащить прямо на этот свет Да хватай ты Вот так вот сделать Все Я доволен Так, надо не забывать У нас есть вот это Это в любом случае может нас спасти жизнь Так или иначе Ты только посмотри на это Это огромный курень, да? Так, мне это не надо Это Это Баньши, да? Да, но она ничего не делает В принципе, можно пройти Вот туда дальше Но Мы там были Мы были с той стороны Единственное место Где мы с вами не были Это здесь, по-моему Детали компрессора Канистра С бензином И все Компрессор Нам это все не надо Это все у нас Сделано Тихо, тихо, тихо Что происходит? А, здесь даже проход есть Нет, подожди Я лучше буду Смотри Это мужик Прикованный проводами Я так понимаю, да? Нет, ну здесь По сути Больше ничего нету По-моему По крайней мере Я... А, смотри Железный колокольчик Слушай А троица не может быть Никак связана с... Ах Секундочку Двадцать Троица никак не может быть связана Вот с этим местом Смотри Здесь три могилы Колокольчик Вот это тело И по-моему Мы находили еще похуже Тела Очень странные Что это мне подсказывает Что это их место Эм На самом деле Пора возвращаться домой Не Ну тут недалеко На самом деле Если просто идти Смотри Тут, по-моему Написано Двадцать один А там Было написано Двадцать Нет? Двадцать 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 Один Точнее Двадцать 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 Может это быть Кодом какой-то Двери У нас на самом деле Тихо И у бабушки там Так и тут мы по-моему Были все-таки Да? Я просто не очень хочу Заходить за эту Штуковину Потому что если я туда зайду Мне кажется что я туда Просто не выберусь Короче у бабушки Стоит сундук Который можно еще Открыть тоже На кодовый С кодовым замком И Ёлки-палки По-моему туман спустился И дверь И все По большому счету Больше здесь нет ничего Остается только дерево Я не знаю Мне говорили что здесь Вроде как есть секретный выход Или черт его знает Но вот серьезно Я ничего здесь Такого не Не нашел Не увидел Очень много трупов Но все они Абсолютно пустые Может быть стоило бы Конечно еще раз Осмотреть это место Но меня эти бенши Довольно сильно вомраживают И у нас уже нету времени Да Нужно возвращаться Потихоньку И можно будет попробовать Может быть на следующий день Сюда сходить Или может быть все таки Уже отправляться Может быть отправляться Уже в дерево Не знаю Но честно говоря Это место такое Каким я его и представлял То есть Просто просто место Которое мы могли найти Какие-то кусочки Сюжета И все То есть вряд ли Здесь мог быть какой-то Другой может быть Секретный какой-то выход Не уверен я Ладно Я предлагаю На самом деле Просто здесь уже Потихоньку бригадироваться Вот еще что надо сделать Мы нашли там Мы нашли там кассету Может быть эту кассету Можно использовать вот здесь Нет Без толку Хорошо А что если я Ее попробую Может быть отнести В дом Это тоже наверное Будет бесполезно Так короче Ладно Честно говоря По большому счету Я пособрал Что это такое Блестящие камешки Блестящие камешки Можно А можно осмотреть Кушать нельзя Я почему-то думал Что их можно кушать В какой-то момент Мне так показалось Мне кажется Что вот эта ночь Может быть довольно Проблематична Из-за того Что к нам могут Припереться баньши Просто потому что Мы пришли в их логово И поубивали их детей Пусть и не всех Но все-таки Мы это сделали Могут начаться сейчас Проблемы из-за этого Но Несмотря на все Я готов ко всему Если придут баньши Даже в этом случае Я не особо переживаю Просто потому что Я не особо переживаю Потому что Мы знаем Мы все знаем Что нужно делать Если они что-то вломятся Тем более в шкаф Они не заглядывают За шкаф Я имею ввиду Я сразу Побыстренькому Готовлюсь К следующему дню Все Я готов Я не знаю И Кто мне говорил Что там будет много врагов Да там было немало Баньши Но это же баньши Я имею ввиду Мне говорили Взять с собой Много припасов Я уже даже расстроился Что так много Получилось потратить Ага Ну вот пожалуйста Баньши все-таки Решили прийти Я уже даже расстроился Что я так много Потратил припасов Из дробовика Потому что Думал что Придется Много выложить На Этому На радиовышке Но в итоге Получилось что Там были Были всего-навсего Баньши Которых просто Можно было Обойти Ничего страшного Но хотя да У них есть такая проблема Что они начинают Стремительно на тебя идти То есть Если ты их заметил То они все-таки К тебе подбегают Если ты Даже если ты на них Не смотришь Если они подойдут Слишком близко То вокруг тебя Все-таки есть Небольший радиус Который ты Можешь видеть То есть Они могут все-таки Из-за спины Их можно заметить Ну все-таки Так Че 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 Отлично Очень хорошо Я как раз Только что Не имеется ввиду Когда готовился К этому дню Задавался про себя Вопросом Что мне делать С панцирями Потому что Панцири у меня Кончаются Где их брать На всей локации Здесь только было Одно место Вот это вот Единственное место Где можно было найти Жуков с панцирями И все Я уже даже Как-то забыл Что они появляются По ночам Поэтому желательно Не провтыкивать Этот момент Когда они появляются Потому что Если у нас Не будет брони Если мы Провтыкаем броню То Будут потом Проблемы Короче Оставим это На следующий день Я хотел Вместо этого Поставить Капкан Ну ладно Давай лучше Лучше перестрахуемся На его баню Я не знаю У меня как-то Так неплохо Получается Вот в данном случае Выживать Просто потому что Я как-то Как-то Огораживаюсь От всех проблем Здесь Даже если Этот шкаф Он такой Знаете Это как Практически Почти что метафорический То есть этот шкаф Он почти Ничего не защищает По большому счету Но когда он есть И мы за ним стоим Мне все равно Как-то на душе Спокойнее В любом случае А когда Столько ресурсов Есть То Отгородиться От всего В принципе Не составляет Труда Достаточно просто Понаставлять Целую кучу Капканов Ну короче говоря Привык я Похоже Тем более Смотри Когда Стоят капканы Баньши Я заметил Что они умирают С одного С одного удара То есть Имеется ввиду Не важно С чего ты в них стреляешь Даже если ты в них Просто плюнешь То они все равно Мрут Весь их прикол в том Что они тебя пугают Ломают свет И Появляется куча Детюнышей Вот в чем прикол То есть Они пытаются Ослепить тебя А если будут еще Призраки То вот тогда Начинаются проблемы То есть призраки И если баньши Выключат свет Вот тогда Это будет джекпот Я к чему говорю Я говорю к тому Что когда здесь Стоят капканы Они просто не подходят К дверям вообще Потому что Если они на них наткнутся Они умирают И они это знают Так что капканы Практически Я так понимаю Сто процентная защита От баньши В принципе Поэтому Они похоже И не подходили Во втором убежище К нам тоже Один медвежонок Ел суп спокойно Пришел еще один И стало мишек двое Четыре медвежонка Вдруг стали танцевать Пришел еще один И стало мишек пять Четыре медвежонка Что это значит Мне подсказали Один такой Интересный момент Я даже Честно говоря Я даже Не подумал Даже уманил Приложить Что это мог быть Код То есть Один медвежонок Ел суп Спокойно То бишь Мы имеем Единичку В коде Потом Пришел еще один И стало мишек Двое То есть Два Два То есть Один Два Четыре медвежонка Вдруг стали танцевать Обязательно Один Два Четыре Пришел еще один И стало мишек Пять Один Два Четыре Пять Видимо Хорошо Если это так То у нас Есть код Отчего этот код Хрен его Знает Вполне вероятно Что этот код Возможно От старого сарая Я хочу туда У нас получается Сейчас есть две двери Которые На коде Точнее Одна дверь В старом сарае И один сундук Возле Гребной Женщины И все Но сундук Это такое В сундуке Скорее всего Будут просто вещи Ничего такого А вот что может быть За дверью Это меня очень сильно Интересует Но Я хотел бы Знаешь что сделать Перед тем Как отправляться В деревню Я хочу К этому Дереву Я хочу попробовать Еще раз Осмотреть радиовышку Мне кажется Что я что-то там Упускаю Потому что Серьезно Мне говорили Что там что-то Должно быть Вполне вероятно Это что-то Очень хорошо спрятано Поэтому Есть у меня такое Предположение Что я просто Этого не увидел Потому что мне говорили Что там должно быть То ли какое-то испытание То ли Короче я не знаю Нужно просто Осмотреть это место Еще раз Даже если мне на это Придется потратить Еще одну ночь В любом случае Для начала Я хочу сходить В старый сарай Один Два Четыре Пять По идее Да А ну давай Попробуем Один Два Четыре Пять Да Получилось Ты смотри Ну-ка Так Вот Знаешь Несмотря на все Несмотря на то Что у нас есть Помповый дробовик Конкретно с этим Самодельным дробовиком Я чувствую себя Сильно спокойнее На самом деле Огромное спасибо За эту подсказку Потому что серьезно Я подобные вещи Только в квестах Решал Я даже ума приложить не мог Что здесь может быть Нечто подобное Какая-то отдыхота Тяжелый сладковатый Аромат цветов Сливается с запахом гнили По-моему Здесь знаешь кто будет Здесь будет наверное Тот самый их брат Который дает им Кислород Карта Карта радиовышки То есть это место Тоже как-то с ним связано Да Тихо-тихо-тихо Ох твою мать Страницы склеились В один гнилый комок бумаги Везде написано Радиовышка Спуск 21 12.00 Ковальчик Ченковский Стельмощук Зелинский Сверху виднется Наобседевольские Рога Орга Остальную часть Надписи Невозможно прочитать 21 12.00 Действительно Там на самом деле Были надписи На полу 21 Помните Так Не вздумай Но это действительно Это тот самый Их брат Который Который якобы им дает Этот Кислород Раздвигающийся тело Вроде молодого парня Еще один баллон Так я конечно все понимаю Но у меня есть Конкретный вопрос К слойникам Сейчас За дверью Несмотря на все Похоже Их брат Все таки был Как-то связан С агентами И тому подобное Не знаю В любом случае Он мог что-то знать Хорошо Давай-ка пробуем Сначала поговорить С слойниками Я задам им Хотя Скорее всего Не получится Задать им вопрос Они могут не отреагировать На это Но После этого Нужно отправиться На радиовушку Причем Наверное Будет быстрее Если я туда просто добегу И знаешь что На самом деле Ресурсы Почти что исчерпались То есть Нужно уже Нужно уже подумать о том Где бы достать Не Где бы достать Этих самых Так Но она ничего Мне об этом не говорит Все понятно Хорошо Значит у нас остается Только один Путь сейчас Точнее два пути Снова пойти на радиовушку Смотрите внимательнее И И дерево Для начала Идем на радиовышку Вот Я нашел Дверь Оказывается Здесь все это время Была Дверь Представляете А я думал что он ломится Там В какое-то забарикадированное окно Хрен его знает Хорошо Остается только Найти пароль От этой двери Но Я думаю что у нас есть Все чтобы узнать пароль Прикол в чем Прикол в том Что Все что мы находили До этого Вело На ключе Срай слоников Вот Все что мы находили До этого Вместе ввиду Срай слоников Там выше Где улитка была Я думаю что Там же по радио Или где-то В дневнике У слоников Все таки Должен Быть какой-то намек На пароль Нужно только Додуматься До этого Возле дома У слоников Стоит сырой Внутри Я заметил Гниющий труп И разного Рода Снаряжения Наверняка Это все то Что удалось Найти в лесу Здесь Еще лежат Кислородные баллоны Пустые Может получилось бы Наполнить Кислородом С помощью Прикинь Если бы я сразу Догадался бы Что этот стишок Имеет А хотя подожди Он говорил по-моему Не полный стишок Да тут пацаненок Но можно было бы Взять этот баллон Не выполняя Задания Слоников К примеру Хорошо Тем не менее Что нужно сделать Нужно каким-то образом Догадаться Дупоруля Хорошо Давай тогда Думать Потихонечку Короче Я Честно говоря Хрен его знает Я Пока что Ума приложить Не могу Что конкретно Здесь От нас хотят Где найти этот код Максимум Что я могу придумать Это опять его подбирать Единственное что Может быть Отправленной точкой У нас может быть Вот это число 21 То есть Нам пишут Что Здесь написано 21 12.00 То есть Спуск 21 12.00 Кстати говоря У нас время Ровно 12.00 Что самое интересное Здесь написано Диаболик Что-то там Короче говоря Не знаю Единственное что Еще пытался придумать Так смотри Мы получается находили Когда-то вот такую Записку интересную Записка Со знаками Какого-то полумного Где Тоже были Какие-то координаты 84 132 Которые были найдены То есть Вот эти вот знаки То есть 33 точки 12 окружности Один узор Были найдены В 17 Километрах Западнее убежище Мы нашли эту записку Здесь То есть Запад Это получается Это убежище Это здесь как раз То есть По большому счету Это вот Отсюда сюда Я так понимаю Это как раз Именно про это место Говорилось Хрен его Знает Может быть Даже вот об этих местах Не знаю Но пока что Единственное на что Я ссылаюсь Так это конкретно На вот эту вот Надпись Спуск 21 12.00 Может быть 21 12 Здесь Хрен его Знает Я честно говоря Не понимаю Тем более 21 Здесь Еще там Внизу Где-то Было написано Помните Я думаю Что 21 Вполне Может быть Отправной Тучкой Для подбора Кода Поэтому Пока есть Так это было Неверно Пока есть Время Я думаю Что Я попробую Это дело Просто Подобрать Я не знаю Попробую Подобрать До Тройки Здесь Если Ничего Не найду То тогда Я сюда Уйду Потому что Я честно говоря Пока что Упор Не понимаю Какой Здесь Должен Быть Код Я не знаю Я не уверен Честно говоря Сейчас уже Ни в чем Потому что Никакой подсказки Я не нашел Подбор Не помогает Хотя Я уверен Что если Я постою Вот так Вот еще Дольше То Рано или Поздно Я его Подберу Но Господи Господи Иисусе Мне хотелось Бы Понимать Где О нем Говорится Конкретней Все Таки Какой Был 95 Или 94 И вот так Я уже Стою По Игровым Часам Уже Час Благо Что Получается По крайней мере Что Когда я Активирую Тут дверь Время Хотя бы Не идет И на том Спасибо То есть Достаточно Просто Быстро Нажимать И тогда Тогда Все будет В порядке Так 8 Нет Ну и наконец 3000 Ни хрена Не помогает Не знаю Мне кажется Я помню Кот От этой Двери Что 8684 Надеюсь Я не помню Какого Какого Чёрта Это Сейчас Было Так Подожди 8684 Пока Не забыл 868 84 Ты Смотри А Какого Хера Это Получается Что Если Я Один Раз Попробовал Подобрать Этот Кот У 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 Ну Ёлки Палки Я мог Получается Ничего Не Это Самое Понятно Хорошо Тогда У У У У Логичный Вопрос А Откуда Он Его Помнит А Он Здесь Получается Бывал Да Или Нет Порошая Кринем Гражданское Радио Оборудование Ты Только Посмотри Какой Толщины Это Дверь Хорошо Допустим Спуск Подземным Тунелям Ну Давай В итоге Получается Никакой Логики В этом Замке Вообще Не Было То То Ворвалось Около Днадцати Жителей Большинство Вымызные Грязью Полумные Люди Трое Одетов Странное Трепью Мы Потеряли Одного Дверь В тоннеле Закрыта Ни Один Из Жителей Не Пробрался Дальше Мы Готовимся К Эвакуации Так Эвакуация Пришла Успешно Дверь Закрыта Накованный Замок Возвращаемся Слушай А я действительно Помню Это место Это Тупо Тот же Самый Это Даже Не совсем Тут Тот же Самый Туннель Мы По этому Туннелю Ходили По моему В наш Дорога В один Конец Что Мы По этому Туннелю Ходили В нашем Приходе Скажем Так Слушай Если Это Дорога В один Конец Тогда Знаешь Что Нужно Сделать Нужно Вернуться Наверное К Дереву И попытаться Его Сжечь Сжечь Его А потом Попробовать Прийти На Радиовышку Или Нет Или Сразу Ити На Радиовышку Я Не Знаю Дилемма Я Все Так Хочу Просить Сжечь Дерево Все Просят Его Сжечь И Если Мы Отсюда Выберемся Таким Образом То Меня Будет Очень Сильно Напрягать Тот Момент Что Мы Ушли Отсюда Не И Не Сожгли Этот Корень Зла Поэтому Я Предлагаю Сначала Пойти Разобраться С деревом И Если После Этого Нам Дадут Возможность Сюда Вернуться То Я Вернусь И Посмотрю Что У нас Здесь Осталось Здравствуй Деревцо Так Хорошо Давай Попробуем Я Взял С собой На всякий Случай Канистру С бензином Чтобы Не Произошло Никаких Подожди А где Вы Проход Я Не Помню А Ёлки Палки Я Что Не Правильно Нет Я Правильно Пошел Я Взял С собой Канистру С бензином Чтобы Чтобы Не Дай Бог Не Произошло Какого Нибудь Какой Нибудь Фигни Короче Говоря Но Единственное Что Я Не Сделал Я Не Взял С С С Ботинки Но Я Не Думаю Что Они Могут Пригодиться Потому Что Я Вполне Вероятно Мог Их И Не Взять Скажем Так Поэтому Я Думаю Что Здесь Предусмотрено Чтобы Мы Прошли Без них Хорошо Давай Попробуем Единственное Что У нас Только Один Баллон Я Надеюсь Нам Его Хватит Только Не Говори Мне Что У Нас Приход Под Водой Угу И У Нас Ничего Кстати Говоря Абсолютно Большая Позеленевшая Бучка Судя По Завы Внутри Полно Бензина Смотри Сколько Здесь Всяких Припасов Есть Мнение Что Так Подожди Я Не могу Использовать Никаких Неспособностей Ничего Есть Мнение Что Это Все Надо Прямо Сейчас Подпалить Да Нет А Двери Сами Собой Закрываются Я Их Не Закрываю Слушай Открой Говорит Банан Я надеюсь Если я Здесь Умру Я Не Умру В В В Реальность Скажем Так Слушай Ну у меня По-моему Выбора Собого Нет Мне Нужно Ему Открыть Кто там Кто там Мне кажется, что лучше просто тупо бежать вперёд. Ага. У меня вообще такое чувство, словно нас что-то преследует. Нет, банан. И, по-моему, оно приближается всё ближе. Нет. Мне кажется, что если я зайду в такой уголочек, однажды меня просто это... Импровизационная марикада подгоручает дверь в подвале. Кто-то или что-то пытается пробиться с другой стороны. Понятно. Мне кажется, что нужно что-то делать очень быстро сейчас. Ну-ка. Банан. Я, конечно, поступаю глобо, я... Но всё-таки. Что ты делаешь, говорит Петр? Что ты такое? Это... Ах ты ж мать твою, за ногу. Получи, тварюха. Да твою мать... Нет. Да что б ты сыром срал, ублюдок. Ломай. Прошу тебя, ломай. И ради бога не оборачивайся. Давай, 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 родной. У меня всё, у меня ни черта нет. Да как я должен... Я не должен был об него ничего ломать, что ли. Да какого чёрта? И что мне теперь делать? Только и не говори, что погибать. А, смотри, он дверь это сломать не может. Да, но, блин, у меня ни черта нет. Короче. Пошёл в баню, ублюдено. О, блин. Ага. Понятно. Да пошёл ты нахер. Тихо, тихо, тихо. Ах ты ж твою ж мать. Всё, жопа. Жопа, но! Мы пробрались на другую сторону или нет? Кстати говоря, да, смотри, пробрались. Хорошо, а если я вернусь? Кошмар. Но меня же теперь не покинет. Я теперь не смогу спать спокойно, пока я не узнаю, что... Что произошло... Произошло, чем могло закончиться, если бы я всё-таки... Если бы я всё-таки прошёл дальше. Ладно, хорошо, что сделано-то сделано. Куча пустых трухлявых деревянных ящиков, строивших маленькими корешками. Я вообще, честно говоря, думал, что уже всё. Я имею в виду, что... Что сейчас придётся переигрывать всю игру. Вот о чём я подумал. Вентиль заржавёл, но вроде ещё работает. Судя по запаху, внутри бензин. Подожди. То есть я зря брал с собой канистру, да? Это тот самый проход, по которому мы только что бегали, похоже. Этот туннель выглядит по-другому. Его прорыли люди неаккуратно и в спешке. Они чудом ещё не обвалили. Он чудом ещё не обвалился. Смотри. Туннель передизавлилась к ущелью и вижу огромные пульсирующие корни дерева. Может, их можно как-то уничтожить? Я на самом деле хотел бы увидеть Аннушку. То есть где-то здесь, по идее, от корней должна прорастать эта Аннушка, разве нет? Тупик в туннеле. Прорыли корни. Угу. Та самая баррикада. Я могу её всё-таки выломать? С этой стороны нет? Наверное, знаешь, что произошло бы? Я бы, наверное, если бы добежал до конца, или, возможно, если бы я сломал эту баррикаду... Мне надо было просто взять и этого ублюдка с обратной стороны двери закрыть. Ну, твою мать, ну, хорошие мысля-посля. Ну, как обычно, мне это напрягает. Мне кажется, что если бы я всё-таки сломал баррикаду, я просто бы выбрался бы, нормально выбрался бы из этого сна. То есть я смог бы его досмотреть до конца, по крайней мере. Я хватаю за него и со всей силы прорубаю... Попробую его открыть. Внезапно вентиль ломается. Из цистера начинает литься бензин. Он медленно стекает вниз по проторенному рядом туннелю. А теперь то, о чём я, наверное, пожалею. На самом деле я сделаю по-другому. Я сделаю вот так. И я думаю, что нужно отсюда делать ноги максимально быстро. Давай, родной. Я уже начинаю слышать крики всех этих людей, которые были абсорбированы лесом здесь. Угу. Громадное дерево так просто, где не поддаётся. Его огромные ветви извиваются. Напрасно пытаюсь потушить огонь. Завтра утром от него останется только пепел. Понятно. Ты только посмотри на это. Ужасно. Этого ты хотел? Старик, как загипнотизированный, всматривается слепыми глазами в огромное пламя, охватывающее дерево. Сейчас он будто бы отчётливо всё видит. Оранжевый свет падает на его неподвижное, спокойное лицо. И всё? Это дерево, оно всех зовёт к себе на самом деле. Я ожидал, что я встречу некое сопротивление здесь. От того же, кстати говоря, врач. Мы его так и не нашли после этого. После последнего третьей встречи с ним. Короче, нужно возвращаться домой. Мне кажется, что... Эта ночь будет самая тяжёлая для нас. Будет интересно вернуться на утро, посмотреть, что здесь произошло. Но мне кажется, что знаешь, что будет? Там, скорее всего, если оно всё-таки сгорит... Сгорит дотла, то, скорее всего... Тихо. Если оно сгорит дотла, то, скорее всего, после этого... Там откроется какой-то проход, через который мы сможем идти... Дальше. Но я хочу попробовать не идти дальше, если там такое будет. Я хочу вернуться на радиовышку и посмотреть в итоге, что мы там сможем сделать. Канистра оказалась нам не нужна. Хорошо. Ладно. Давай дожидаться ночи, потому что я с этого места больше не сдвинусь до тех пор, пока я не узнаю, что в итоге за деревом открылось. Мне кажется, что сейчас будет самая страшная ночь. Не знаю. Просто потому, что мы сожгли, грубо говоря, корень зла. И, по крайней мере, мне так кажется, от которого исходят... От которого исходят все проблемы. Поэтому я попытаюсь подготовиться сейчас максимально качественно. Я все побитые стёкла, которые были, я их уже... Ой, побитые стёкла, все бутылки, которые у меня были, я их уже использовал. Так, и вот это вот. Я их уже использовал. Я, правда, не рискнул выпивать весь алкоголь, который у меня был. Но я думаю, что того, что я тут пораскидывал, должно вполне хватить. Хорошо. А теперь давай просто переживем эту ночь. По идее, после этой ночи... Это должна быть у нас последняя ночь. После этой ночи мы, чисто теоретически, можем отсюда просто сваливать. То есть, если мы выживем эту ночь, то достаточно просто вернуться будет на пепелище. И, наверное, уйти отсюда. Чёрт его знает. Но, с другой стороны... Меня интересует только несколько моментов. Если мы отсюда сможем уйти. И как нас в таком виде, в котором мы сейчас... И... В котором мы сейчас... В котором мы сейчас... Как нас встретят там. За этим деревом. Это, во-первых. Во-вторых... Неужели с той стороны никто не видел этого дерева? Я не знаю. Насколько далеко вообще вся эта деревня находится от... Города того же, допустим. Мать твою за ногу. Понятно. Ну, это проблемы. Ох, беда. Давай. Достаточно просто пережить. Говорит, зачем? Зачем ты это сделал? О, боже. О, боже. Зачем я это сделал? Зачем? Он заставил меня в себе даже сомневаться чуть-чуть. Ох, твою мать. Ох, твою мать. Он пытается меня отсюда выкурить, что ли? Хрен, я отсюда вылезу. Постой, там... Там печка, там генерал. Ох, твою мать. Я думаю, что теперь мне не поможет никакой шкаф. Ну, они попали на капкан, несмотря на все. Ну, слушай, ну, дверь они ломают довольно долго. Но, честно говоря, я пока что в упор не могу понять, кто это там такие. Если они так долго ломают дверь, я бы не сказал, что там кто-то серьезный. Так, подожди. Берем кое-что посерьезнее в руки. Давайте, ублюдки. Рискните здоровью, я все равно отсюда выберусь. Ох, тихо, тихо, тихо. Сломали, да? А, теперь двери. Угу. Давай. Кто это? Я не совсем понимаю. Я нихрена не вижу. Я не вижу. Давай, быстрее, перезаряжайся, родной. По-моему, они ломятся теперь с другой стороны. Угу. Еще два часа пережить. Два часа всего-навсего. Дробовик. Твою мать. Нет. Твою мать. Твою мать. Капканы чертовы. Понаставлял, придурок. Угу. Выбирайся в окно. Хо-хо-хо, божечки. Будь то, я за ногу. Хо-хо-хо-хо. Боже. Если бы я сейчас... Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Хо-хо. Боже. Я себя еще спроклял тридцать раз просто за все, что я сейчас тут понадяю. Хо-хо. Хо-хо. Господи, стойте. Ой, моя. Сколько у меня там всего в столсе, я не знаю. Все, патрон у меня на чертов дробовик нету, но у меня зато есть патроны на все остальное. Господи, как хорошо, что они били не сильно. Хо-хо-хо. Я уже все, я уже... Я уже прощался со всем этим миром треклятым. Прикинь, а ведь все, что оставалось сделать, это просто уйти отсюда, по идее, и все. О, боже. Я уже даже здесь ничего баррикадировать не буду. Нахер это место. Все, я просто заберу все, что у нас есть и свалю отсюда. О-а-а. Ну-ка. Хотя, может быть, все-таки переб... Хотя, может быть, все-таки побаррикадировать, я не знаю. Ну, давай я сейчас попробую все-таки, может быть, привести это место в порядок. Вдруг придется еще одну ночь пережить, но, честно говоря, мне что-то мне подсказали, что нет. И здесь еще одна, вот эта дверь, она ничем вообще не открывается. Ключа я так и не ношу. Подсказка этого... А-а-а, господи, этого спящего в лесу тоже не помогла. Поэтому я не понимаю, о чем шла речь, честно говоря. Ладно, хорошо, сейчас я тут быстро все приду в порядок, и мы продолжим. Только я было начал здесь все обустраивать заново, как понял, что это бессмысленно, потому что здесь даже торговец пропал. То есть, я хотел у него купить, как обычно, дерево-гвозди, и его здесь не стало. Короче говоря, я поднял. Здесь нам больше ничего не светит, нужно отсюда выбираться. Поэтому вот что я сделал. Я забрал с собой все необходимое. Я взял с собой вот эти вот три предмета, на всякий случай, если вдруг придется их продать дальше. Но я, честно говоря, думаю, что все-таки дальше уже ничего не будет. Меня просто не покидает вот эта мысль о том, что нам говорили про последнее убежище, и что под полом должен быть какой-то выход. Дело в том, что мы здесь... У нас здесь есть закрытая дверь, она так и не открылась. Хрен его знает. Может быть, этот... Этот... Выход там? Я не знаю. Короче, вот именно из-за этого мне кажется, что здесь может быть еще что-то. Но, тем не менее, я решил забрать с собой все патроны, которые у нас были, все оружие, почти все. Запасную броню сделать. Короче говоря, если вдруг там будет какое-то следующее место, то там дерево, бензин, все такое, это все наживное будет. Поэтому мы это в любом случае найдем, так или иначе. И вот три предмета. На случай, если нужно будет... Если там кто-то будет, кому можно будет это продать. Но меня волнует такой момент. Смотри, если мы отсюда выберемся через пепелище этого места, то куда мы попадем в итоге? Это, во-первых. Во-вторых, если нас там увидят в таком месте, в котором мы им представимся, нас, скорее всего, пристрелят на месте. Дед пропал, кстати говоря. Подожди, а что... А что если... Твою мать... А что если я спалил дерево, и все, кто были в этом месте, выбрали через это дерево? А-а-а-а! Вдруг это место, это дерево перекрывало проход из этого места? Твою мать! То есть, грубо говоря, я фактически устроил апокалипсис таким образом, да? То есть, правильным вариантом, наверное, было бы все-таки уйти через радиопышку, через место, о котором никто не знает. Так, тем не менее. А-а-а, так, дерево горит. Я поджег находящийся в подвале корни. Огонь распространился по всему говорящему дереву. И я и сейчас слышу его крики. Похоже, что старик был прав. Дерево огромнейшее. И, видимо, будет гореть всю ночь. Нужно вернуться сюда завтра. Так легко об этом написал, словно ты был уверен, что ты вернешься. Мы могли не вернуться сюда завтра, но что будешь? Так, пепелище получилось. Дерево сгорело дотла. Я чувствую, что близится конец моего путешествия. Неужели? Все-таки не будет дальше в убежище, видимо, да, никакого? Просто взглянем одним глазком. Я хочу посмотреть на это пепелище. Заходить никуда не будем. Просто посмотрим. Факел вообще не помогает здесь. Здесь очень густой туман. Посмотрите на это. Хорошо. Я предлагаю сейчас, знаешь, что сделать? Я предлагаю вернуться на радиовышку и смотреть ее внимательней. Я хочу знать, что мы там можем сделать. Мне вот интересно, а баньши там остались или нет? Судя по звукам, да. Если они там остались, это означает, что если мы тут сильно надолго задержимся, то нам придется переживать еще одну ночь в дырке, теперь они в убежище уже. Я-то его не подготовил, ни хрена. Ладно, хорошо. Не суть важна. Я думаю, что еще одной ночи нам не придется здесь ночевать. Я думаю, что мы выберемся либо здесь, через это место, как нам говорили, что вроде как можно, либо уже через дерево. Но так или иначе, задерживаться в этом месте мы уже не будем. Единственный шанс, а ну-ка. В туннеле я нашел шлюз. Боюсь, что у меня будет только одна возможность пройти дальше, но ничего. Я чувствую, что туннель приведет меня в нужное место. Очень интересно. Здесь газ? А если я возьму в руки дробовик, это хорошая идея, нет? Честно говоря, слишком много для меня испытываний на сегодняшний день. Я не переживу еще одного. Еще одного испытания в виде такого, которое мне дерево дало. Рычаг зарос с каким-то грибком, чтобы освоиться рычагом, сначала нужно найти способ избавиться от паразита. Огонь? А ну, давай попробуем огнем. Ух, твою ж мать! Так, беда. Видимо, эта дверь чем-то подперталась с обратной стороны. Если мы не выберемся здесь... Да я чертова знаю, что нам делать. Если вдруг что, сразу же бежим. Просто бежим без оглядки. Использовать никакие способности мы здесь не можем. И черт с ним, ладно. Из глубины коридора доносится непонятный зов. Иди. Иди ко мне, говорит. Угу. На земле написано «Иди ко мне». Какого? Там мы не пройдем, оно шевелится. Видели? Слушай, но мы же спалили дерево. Всего этого уже не должно быть. Какого черта? Почему мы все еще должны это переживать? Так, внусливость тратить я пока не буду. Обратите внимание, что фонарь тоже не тратится. Это из того же разряда, что у нас были приходы в начале, помните? Желательно этим фонарем светить подальше. У него тогда свет добивает дальше, но вместо души начинает светить. так идти нужно только по камушкам. Я почти в этом уверен. В прошлый раз, когда мы ходили по камушкам, они привели нас к постели, которая которая в свою очередь вывела нас из этого кошмара. так, беда, кажется, я свернул не туда, да? Что ты здесь ищешь, оборванес? Понял. Что-то такое? Это потому, что я свернул не в ту сторону, да, произошло? Похоже на то. Это, подожди, это дверь. Если бы я шел по камушкам, скорее всего, все было бы в претке, да? Да, потому что я потерял камушки, след камушков. Это тот самый проход 21, по-моему. Фатай. Быстро, быстро, быстро создавай. Это и это. Угу. оружие какое-нибудь, пожалуй, спасибо, хотя бы так. Угу. Плохо, что я не могу светить и бить. тихо, 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 Они, наверное, знают, что хотят? Они хотят, наверное, чтобы я выбил эту дверь. Это повторяется история в прологе. Я тебя понял. Да, оно самое. И лопата сдохла мгновенно. Радио у Нитро, по которому в прошлый раз там давали прослушать. Что это? Это мы? По-моему. Отлично, отлично, отлично. Угу. Ну, давай. Искни здоровьем под люка. Так, ну, пока что, пока что все очень плохо на самом деле. Ух! Закрой! Ух! Твою мать! Получи, тварь! Тихо, 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 тихо. Угу. Так, если мы их всех поубиваем, я думаю... Я думаю, тогда мы сможем победить, нет? В этом кошмаре. Падали! Нет, не сейчас. Нужно перевязаться на самом деле, чтобы... О-о-о-о! Это надо кушать. Нужно перевязаться, чтобы... Угу. Чтобы потихоньку лечиться, пока мы их убиваем. Так, короче, стоять на месте нельзя. Это отвратительная идея. Боже, я забыл, как тебя зовут. Все, по большому счету, здесь делать нечего. Нужно только выбираться на улице. Этот... Это вы от меня хотите? Похоже, да. Катастрофа дочь, юда улица, вы с ума сошли? Тем более, как мне сражаться? Понял. мне очень не нравится, что эта тварь сюда не идет. Если бы она сюда подошла, я бы смог бы ее вынести около окна. Давай забирайся назад. Твою мать. Ах, ты ж скотина. Получи, тварь. Ей нужен был всего один удар, ты вставляешь в один долбанный удар. При этом, посмотри, мне нихрена не помогает ни толстая кожа, от этого мяса ничего. Скотина. Мне бинт нужен. да. Я... А, здесь. Понял. Увернулся? Подлюка. Да чтоб себя черти дроли. не знаю. Кожа стала толще. Херово знает, на что это влияет. По-моему, не на что совершенно. В нашем случае нужен бинт. Очень сильно нужен бинт. повторяется. Абсолютно то же самое, что было во сне, только заедая, две заела теперь здесь, а не там. Ой, не во сне, а в прологе. вы поняли меня, короче, у меня уже все, у меня уже крыша едет потихоньку. Но сражаться нечем, остается только убегать, если вдруг что. А, тряпки, бинтик, давай, 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 быстрее. Интересно, может быть, я могу их как-то отвлечь? Тихо. Отвлечь камушками, нет? Не купятся? Понял, лучше перевязаться и бежать, и идти. Так, надо понимать, что короткий путь не всегда самый удочный. Потому что сейчас я подумал, что нужно идти вниз и побежал вниз. В итоге оказалось, что нужно идти наверх. пока что это самый страшный приход из всех, который у нас был, серьезно. Ох, твою мать, ох, твою мать. Беги, 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 беги. Ох, твою ж девичь, что это было? Я не знаю, просто валю. Беги, пожалуйста. Беги, 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 я могу бежать, могу дольше, а я могу бежать дольше из-за мяса. Свет поможет? Нет, ни хера. Налево тогда. Давай, 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 я не знаю, куда. на полу что-то было высрапано. Нет времени читать. Ох, кто это? Анушка? Иди ко мне, говорит. Ух, твою мать. Полагаю, выбор у нас небольшой. Получилось? Нужно поискать проход в другой части леса. Этот туннель никуда меня не приведет. Что? О чем ты? нет, 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 ну, что надо было делать? Твою мать, неужели надо было... неужели вы хотите сказать, что нужно было просто... о, я забежал ему в рот? Нужно было что, просто дожидаться чего-то? Твою ж дивизию, как обидно. секундочку. Эм, здесь, здесь закрыто. Эм. Возможно, мне нужна лопата для того, чтобы выкопать себе проход какой-то, нет? А, все понятно. Короче, я, конечно, и дико извиняюсь, но, похоже, мы потерпели только что фиаску. У нас был только один шанс. Ужасно. Просто катастрофа. Хорошо, попробуем, значит, выбраться через дерево, но на самом деле это было дико обидно. Мне кажется, что мы уже почти прошли тот сон. Надо было просто понять, что делать с этой женщиной, кто она вообще. Так, скорее всего, это была наша жена, кстати говоря, или жена доктора, я не знаю. Но, надо было просто стоять, и это было тупо, наверное, забегать в этот дров, дерево, не знаю, короче говоря, я злой, как собака сейчас. Но на самом деле я хотел бы все-таки знать, что бы было бы, если бы я добежал все-таки до конца. Я говорю к тому, что даже если мы сейчас отсюда каким-то образом выберемся, вот через дерево, то я хотел бы все-таки как-то вернуться назад, либо переиграть игру, посмотреть, что будет, если я пройду через радиовышку или хер его знает, может, чьи-то сейвы в конце концов скачать и посмотреть, пройти, но все-таки узнать, что там происходит. Что такое? У меня факел затух. Обычно такое происходит, когда когда-либо очень высокое давление, давление, либо либо когда он почти что на издыхании по-средним уже. Интересно. А это та самая дорога домой, да? Из трещины на асфальте вытекает бесцветная мазь. несколько факелов? Ну давай возьмем один. Или может быть даже два пуска будет. на знаке виднеется перечернутая надпись темнолесье Даркут. Это доктор? Это старый калека из дерев... а-а-а. Ну он просто ползет вперед. Я, конечно, хочу противор câм сделать. Ничего не происходит. Ладно. Я думаю, что если я попробую ударить по калеке, скорее всего я его зарублю Дорога домой Посмотри Все потихоньку по ней пытались как-то пробираться Но как конкретно эти люди тут прошли? Мне очень интересно, куда в итоге калека доползет Ты посмотри, сколько я ездишь Они все шли к месту Которая их звала, сходя по всему, ты посмотри Честно говоря, я, если будет какой-то хэппи-энд сейчас Я не поверю в это У этой игры не может быть хорошего конца В принципе, не может Это неправильно будет 25 километров до ближайшего города Охренеть Это на самом деле довольно неблизкий свет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Неужели у нас все-таки получилось? Я даже немножко забыл о том, что у нас не получилось через радиовышку пройти. Ну, короче говоря, я думаю, что мы сделаем так, что если мы сейчас выберемся отсюда, посмотрим на этот конец, а потом посмотрим на конец через радиовышку, который вполне вероятно должен быть более правдоподобным, что ли. Просто потому, что та радиовышка, это, видимо, место, через которое они все сюда приходили, имею в виду агенты. Ты смотри. А в итоге весь этот лес был обгорожен обычным лесом, да, то есть это все происходило где-то в глубине этого леса. Или нет? Идем по проводам, они должны куда-то привезти. У меня вообще есть такое подозрение, что мы сейчас все еще галлюцинируем. То есть такое ощущение, словно, хоть мы сожгли дерево, но мне кажется, что это вполне может быть у нас в голове все. И улетели. Обратите внимание, что они не реагируют на нашу внешность. Здесь что-то не так. Если бы мы действительно выбрались бы куда-нибудь... Что-то должно было... Что-то должно было... Понятно. Мы сейчас бегаем по кругу, слепо всему. Но все понятно, здесь что-то не так. Никогда не умел играть вот в эту штуку. Почему-то в детстве оно вроде не такое сложное, но оно... Наверное, потому что мне было не сильно интересно в такое играть. Моя соседка с первого этажа. Здравствуйте. Добрый день. Да. Короче, я тебе говорю, то, что сейчас происходит, это... О, слушай, а может быть я могу в другой дом сойти? То, что сейчас происходит, это происходит как-то... Нет, не мог. Это, по-моему, происходит у нас в голове. Не иначе. А, смотри, с этими... Вот с этими я могу взаимодействовать. Открытка. Открытка от родителей. Потом прочту. Дура. Это моя площадка. За себе... Он стоит тут сколько я себя помню. Странно, что его еще никто не украл. Лифт, как всегда, не работает. Это что такое? Просто кладовка? Делай рук с Романца с третьего этажа. Смотри. Здесь... У него собрано все, что мы только что встретили в лесу. То есть, что из этого более реальное? Это или лес? То есть, сорванец, это, видимо, идет речь о том... Скрипачи. Этот велосипед, это отсылка на того велосипедиста. Ой, твою дивизию. Соседи, говорит. Соседи, позолоси ручку. Заперто здесь нужен ключ. Ключа у меня, конечно же, нет. Это довольно жуткий нас... Ребенка меня разбудишь, говорит. Пошел вон. А-а-а. Что это? О! Да. Старая корга. Я, конечно, все понимаю, но здесь определенно нечисто. Мне кажется, что нужно отсюда выбираться как-то. Мне кажется, что все, что сейчас происходит, происходит именно в голове. Поэтому надо как-то этому сопротивляться. Но я пока, честно говоря, абсолютно не понимаю как. Ну, здравствуйте. Давно я вас тут не видел. Не заговаривай мне зубы. До сих пор вас тут, хоть я никогда не видел, чтобы кто-то ими занимался. Может, они питаются выброшенными в горшок окорками? Ну, есть такие цветочки, которые питаются... По-моему, я не помню, как они называются. Живые камни, что ли, или что-то в этом роде. Они растут сами по себе, растут в камушках. Им не надо питаться. Они питаются пылью и всякой такой фигней. Может быть, это одни из них. Кому-то, наверное, не хотелось снести его плесень, чтобы укинуть. Но все-таки я больше склоняюсь к тому, что здесь скорее какая-то хрень творится. Даже включая эти... Цветы. Не поддается. А если с разбегу? Какого черта? Такое впечатление, словно там что-то мешает с той стороны. Ладно. Мне очень-то и хотелось. Наверное, я делаю рук детей из соседнего подъезда. Видимо, эта дверь чем-то подперталась с обратной стороны. А это еще зачем? Я могу ее забрегировать. Если это дверь соседей, будет неудобно. Ох, твою мать. Смотри. Это место, где у нас в каком-то приходе, когда мы были дома, помните? Здесь на этом, по-моему, коврике стоял как раз... Вот так вот стояли мы, а тут стоял доктор. Угу. Это похоже наш дом. Это не моя квартира, говорит. А мне плевать, зайди. Мне очень интересно. Так, давно пора его убрать, с тех пор, как кто-то отломал подножку. Он постоянно валяется посреди коридора. Не твоя квартира. Мне плевать, просто зайди и посмотри. Все равно то, что мы сейчас здесь видим, скорее всего, это какая-то галлюцинация. Да черт его знает. А, то есть я теперь просто бегаю по кругу, да? Хорошо. Давай попробуем сделать по-другому. Пойдем в другую сторону. Просто там было место... Я имею в виду лестница вверх. Я хочу попробовать подняться. Если спуститься... Ну, для начала нужно, конечно, спуститься вниз, если получится. Если, конечно, она сейчас вернут назад. Секундочку. Две двери. Видимо, только какой-то дико длинный коридор. Для начала давай-ка... А, я теперь не могу. Ну и ладно. Вот самое херовое, это если двери будут закрываться за нами. Потому что я не знаю, что нам конкретно надо делать. И хочется осмотреть всю. Если двери будут закрываться за нами, то я не смогу осмотреть всю. И в итоге у меня будет... Я потом спать спокойно. Не смогу, если я не осмотрю что-то еще. Вот сейчас наверху была какая-то еще одна, по-моему, открытая дверь. И мне даже... Так и не стоят дома. Которая... И я теперь не могу выйти. Говорить не хочу, выходить из квартиры. Ладно. Это мой шкаф. А давай не будем ничего снимать. Понятно. Мне нет выбора. Еле стою на ногах. Завтра я скупаюсь. Угу. Вторая машинка Франя. Давай днем просто... Простоял за ней в очередь. Это странно. Он якобы выглядит сейчас нормально, вы хотите сказать. Ну, короче, я все понял. Привет, Шурик. Соскучился по мне? Якобы выглядит нормально, но... Уверен, что все не так. Славный песик. Где сейчас спальня ткань? А ну-ка, подожди. Смотри. Здесь я вижу какие-то корни. Что будет, если я подвигаю это дело? Подожди. Угу. Инвентаря у меня, кстати говоря, нету сейчас, да? Корни растут из пола. И тебе это странным не кажется, нет? Посмотри на это. Это же катастрофа какая-то. Твою мать. Знаешь, что произошло? Нас поглотили. Вот что произошло. Хоть мы сожгли дерево, но походу нас лес все-таки поглотил, несмотря на все. На все. Я не смогу разобрать пол голыми руками. На кухне должны быть какие-нибудь... Ай! Вот оно! Вот! Вот последнее убежище! Выход под полом! Вот! Вот оно! Дальше подери! Где кухня? Мне нужна кухня, срочно! Так, какая-то бумажка, ну-ка. Я приготовил от тебя суп, разогрей сам. Ладно. Но меня интересует не это. Так, добрый газовый плитак, я срежу сейчас, астмурый суп, надувай. Запах заполняет всю комнату. Скажечка под раковиной, я достаю самую большую тарелку и наливаю себе суп. Его не то, что... Чтобы много, но мне хватит. Не помню, когда я последний раз ел домашнюю еду. Это, конечно, очень неплохой такой... Очень неплохая такая ностальгическая сцена для нашего героя, полагаю, но... Думаю, что все-таки надо отсюда выбираться. Посмотри на это. Ага. Ага. Ой, мать. Постой, а что здесь? Здесь... Понял. Но ключ у нас есть, между прочим. Чем больше я ковыряю пол, тем больше я узнаю, что это все неправда. Нужно просыпаться. А еще лучше перекрыть здесь дверь. Чертовой мастер, мне немножко это начинает напрягать. Угу. Пес пропал, кстати говоря. Так-то? Я очень встал, я хочу лечь в нормальную кровать. Нет, ни в какую кровать мы не ляжем. Такое впечатление, словно я что-то здесь упускаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА евидя point. Нет, здесь больше ничего нету. То есть все, что я могу сделать, это просто выйти. То есть полковырять я больше не могу. Хорошо, может быть я могу просто отсюда выбраться, нет? Честно говоря, больше я здесь не вижу абсолютно ничего. То есть единственное, что мы можем сделать, это просто попробовать открыть эту дверь с помощью ключа. Ну-ка. Мне кажется, что если я сейчас лягу, то я поступлю очень неправильно. Хорошо, допустим, давай попробуем. Это моя кровать. Белое мятое постельное белье выглядит так, будто я только что проснулся. Наконец-то. Я чувствую, как подгибаются колени, как все тело наливается свинцом и мне чудовищно хочется спать. Это было тяжелое путешествие, столько дней нечеловеческой муки. Я с последних сил пытаюсь не заснуть, что-то вынуждает меня отойти от кровати. Неужели я забыл что-то сделать? А, смотри. Боже, как хорошо, что я не решил лечь спать. Оказывается, пол можно дольше, говорят. Смотри, нужно просто понять, куда ведут корни, а корни ведут тупо к постели. Если мы ляжем спать, оно нас абсорбирует. Я тебе гарантирую. Все понятно. Катастрофа. На самом деле я расковырял весь пол уже получается. То есть больше здесь нечего делать. Пожалуйста, уйди отсюда, я тебя умоляю. А вот теперь можно присмотреться после того, как мы отковыряли корни. А ну давай. Более стыдливости я с трудом наклоняюсь над кроватью. Я опираюсь на нее рукой. А пружины прогибаются под моим весом и громко скрипят. На светло-коричневой конструкции из фанеры я замещаю знакомые царапины, длинные и изогнутые. Я до сих пор слышу свежий запах белья и чувствую приятное тепло одеяло. Я ощущаю легкий ветерок, веющий из темной щели между кроватью и пулом. Кончики пальцев я смахиваю тонкий слой пыли. Холод. Влага. Я притрагиваюсь к чему-то шероховатому, но я не могу до этого дотянуться. Наверное, нужно попробовать отодвинуть кровать. Яма? Ох, батюшки. Ну вы понимаете, что происходило, да? Дерево. Весь лес хотели, чтобы мы просто легли спать. И если бы мы это сделали, скорее всего нас просто бы поглотило. Мы нихрена не выбрались из леса. Ни-хрена. Более того, посмотри. Шляпа. Спящий мужчина. Мужчина спит глубоким сном на его лице. Улыбка. Он обнимает тертые колени худыми грязными руками. Рой мух. Закрывает черные пролежни у него на спине. Так, при попытке разбудить мужчина не реагирует. Я не могу пробудить его от такого глубокого сна. Понятно. Они все сейчас старая пара надежда. Да, да, оденься ты, господи Иисусе. Они все борются сейчас с этим. Он прон и испачканет. Да насрать, просто прикройся хотя бы. Что-то было. Дальше только крутой склон. У него, у него поднуждены находятся какие-то тоннели. Широкий тоннель, покрытый слизкой пленкой в глубине. Замечая пульсирующие нарусты, преграждающий путь. Там я точно не пройду. Штаны уже никуда не к десу. Смотри, это все люди, которые пытаются грязные склеивающиеся волосы закрывать для всех женщин. Она что-то тихо бормочет во сне и сильнее, зашимая в руках тряпичную куклу, набитую соломой. Уже месяц погас. Пришла ночка. Спит моя дочка. Спит моя дочка. Я внизу огромной длины под ногами и чувствую пульсацию сухой пыльной земли. Вот оно что. Так, я нажимаю грязный лоттный крестик, повторяю. Так, опять-таки разбудить я не могу. Не могу понять, он что... Что у него на голове? Просто труп. Видишь, они все в этом сраном дереве. Оно куда больше, чем... Чем могло показаться? Человек спит глубоким сном, конечно же. Лицо его облеплено грязью и ветками. В руке он живает блестящий камеш. И в итоге они все тут потихоньку помрут. Разбудить никого невозможно будет. Что это? Стоп, я что-то видел. Это, видимо, просто двое, да? На одном. Я думаю, что нет смысла с ними как-то контактировать, потому что... Тихо, тихо, тихо. Их здесь очень много. Никого пробудить просто не получится. Я предлагаю просто уходить отсюда. К сожалению, мы помочь, похоже, ничем не можем. Надо как-то найти источник этого всего делаешь. Как-то с ним справиться, я не знаю. Земля, особенно толстыми пучками сухих, трещащих под ногами корней и старыми поломанными деревьями. Ох, твою же мать! Ты посмотри на это. Я не побоюсь этого слова дерьмо. Тихо. У меня хватает приятное тепло. А вот это мне уже не нравится. Ты посмотри. Похоже, это как раз именно ядро этого всего. Доктор! Это доктор. Он спит глубоким сном. Причем, смотри, он... Он, да, у него ветки в головах. В голове. Может быть, он нам сможет все-таки как-то помочь, если мы все-таки каким-то образом его разбудим. А ну-ка. Я стою перед громадным существом. Мною оладевает чувство безопасности и счастья. Широкая долина, в низу которой я стою, сгибается кверху, смыкаясь высоко над моей головой. Шелест в далекий деревьев превращается в тихий, размеренный шум. Я чувствую, что возвращаюсь к себе. В свой дом. В комнату с окном и кроватью. Убрать руку. Нет. Мне это не нравится. Я чувствую тепло исходящие от существа. Моя пуль замедляется. Меня хватает умиротворения. Это конец пути. Я хочу отдохнуть. Хочу вернуться к себе в кровать. Я хочу лечь. Хочу заснуть. Нет. 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 Убрать руку. Убирай руку, я тебе говорю. Я не хочу этого делать. Несмотря на нежелание, рука сама отталкивает существу, исходящее от него тепло исчезает и меня пронзает холод. Если мы к нему притронемся, мы же уснем и в итоге... В итоге вернемся, правильно? Давай-ка я попробую сейчас здесь еще раз походить. Если вдруг ничего не найдут, то надо будет с ним что-то все-таки сделать. Но я очень не хочу с ним контактировать. Может быть что-то... Может быть что-то удастся найти, что-то, что... Я не знаю, топор какой-нибудь. А, вот, смотри, здесь есть еще дальше проход, понятно. Там в итоге я ничего не нашел, честно говоря, совершенно. Мальчик? Так, подожди, мы встречали это имя, только я не... Мужчина что-то бормочет во сне. Он истощен и испачкан грязью, но лицо у него сияющее спокойно. Он обнимает какой-то заржавелый, облетенный старой бусинками предмет. Неужели какое-то оружие? А, огнемет! Мальчик это тот, кто... Я помню, мы читали о нем. Вначале это тот, который убежал с огнеметом в лес. Да-да-да-да-да. Мужчина что-то говорит во сне, но это только обреки фраз. Отдельные слова, связанные неспешно и ласково. Не трудно найти в них особый смысл. Мальчик, проснись, пожалуйста. Уйди, говорит. Мужчина не открывает глаз, не окружая, махнул рукой, а потом закрыл ей голову и неподвижно замер. Мне нужен огнемет. Уйди. Мужчина снова махнул рукой, но в этот раз он схватил меня за плечо. Не открывая глаз, он повернулся лицом ко мне. Я узнаю его, это один из наших. Да, это мальчик. Мне нужен его предмет в любом случае. Уйди. Слышишь, мать твою? Я тебе ее не отдам. Мужчина стиснул зубы с маниакальным упрямством. Из уголка его губ потекла слюна. Ей больно. Ты оторвешь ей руку. Прости меня. Отдай огнемет, мальчик. Мальчик. Ох. Твою мать. Держись. Деревце. Нет, мальчик. Нет, 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 нет. Я сожгу это дерьмо и не оставлю здесь. Просто ничего. Я здесь камня на камне не оставлю. Хватит с меня этого дерьма. Я вообще удивлен, что он здесь умудрился с огнеметом проспать. Что ты делаешь, говорит. Ты нас всех убьешь. Больше всего не интересно, доктор. Короче. Гори все синим пламенем, мать твою. Даже если это убьет и меня тоже. Ох, твою мать. Ох, батюшки. А вот теперь точно сгорит. Так, я, конечно, не хочу этого делать. Они мне просто не оставляют выбора. Доктора тоже пришлось сжечь, да? Или нет? Ох, твою мать. Ох, твою ж ж мать. Я не успею сюда выбросом. Мы сгорим вместе. Судя по всему. Значит, так тому и быть. Мачек, извини меня. Или это уже был не мачек? Отправляйся в ад, отродье. Выход. О, боже. Я уже смирился со своей смертью. Ну, у нас есть еще шанс, похоже. Беги, 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 родной. Пожалуйста, беги. Не выдыхайся, не время. Хотя бы какую-нибудь марлевую повязку нам бы не помешало, чтобы рот прикрыть. Нет, 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 нет. Ох, твою мать. Ты посмотри на это дерьмо. Ай, нет. Нет, нет, нет. Чертов он емёт, еще перезаряжается. Нет. А, я могу дальше идти Ох, твою ж мать Да вы, родной Пожалуйста, болзи Я, конечно, не уверен, что мы с такими ожогами Вообще, хоть как-то еще после этого будем жить Но зато я теперь полностью уверен, что это отродье жить не будет Но получается, что все, что происходило, происходило у нас в голове Нет, 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 нет Ползи, ползи, родной, ползи Не сдавайся Давай, 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 давай Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игранный пожар несколько дней бушевал в лесу Забирая жизни многих его обитателей Огонь поглотил последнюю дорогу, ведущую в лесную чащу Доктора, которого не разбудил даже пожар Троих одетых в лохмосте чудаков, которые печально стояли у подножья огромного сожженного дотла дерева и даже не пытались сбежать Семью слоников, которые даже при виде приближающегося к пламени не покинула свой дом на болотах И последнего оставшегося в живых обитателя затопленной деревни, которого настиг огонь в самом конце дороги домой Но кому-то удалось выжить Маленький музыкант спрятался в том старом доме, где находился спуск в подземный тоннель Когда стих пожар, люк открылся и мальчик смог покинуть лес Петрик не стал дожидаться пожара Еще до того, как вспыхнул огонь, парень высоко взлетел на сверогейся над верхушками деревьев Он улыбнулся, видев закошка своего космического корабля, как с огромной скоростью уменьшаются звезды Млечного Пути Большинству жителей деревни удалось избежать смерти Спрятавшись от огня на просторых бесплодных полях Когда погас огонь и когда непонятные шепоты, голоса в головах вытихли раз и навсегда Над пепелищем они заметили приближающиеся вертолеты Так и кончается Darkwood Дико крутая игра На самом деле просто невероятная Я давно не испытывал подобных эмоций Более того, именно играя на уровне сложности кошмар Можно было испытать подобные эмоции, как мы с вами То есть, если бы мы играли на более легком уровне сложности Я думаю, что если бы нас убивали Мы бы просто говорили бы, ну и ладно, игра с ним А в данном случае, ты реально боишься То есть, серьезно, вот если будете играть в эту игру, то играть в нее надо именно на уровне сложности кошмар Потому что именно в этом случае она доставляет те самые эмоции Тот самый животный страх Когда ты боишься умереть Это очень круто Бесценный, я бы даже сказал Ну, в общем Думаю, что мы на этом закончим Игра просто невероятная Мне очень сильно понравилась Но все-таки остается еще открытый вопрос по поводу радиовышки Я сейчас посмотрю, что там может быть за кадром За кадром я пробую либо сам туда дойти, посмотреть, что там будет Либо где-то уже на ютюбах, просто на ютюбах посмотреть Если там действительно есть на что взглянуть, я вам покажу Если же нет, то я отпишусь в комментариях по этому поводу В общем Я надеюсь, что вам понравилось И думаю, что эта серия у нас получится Самой большой из всех Но делить ее на несколько частей я не буду Потому что, сами понимаете Тогда потеряется весь цимис Здесь идет одно цельное повествование И делить его на несколько частей не хочется К сожалению, получится, наверное, огромная серия Но поймите меня правильно, по-другому Думаю, не получится Именно из-за моего творческого видения Конкретно Конкретного вот Конкретного повествования Ладно, в любом случае Я надеюсь, что вам понравилось И увидимся с вами в других прохождениях И все, всем пока Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok